Во второй раз на территории Якутска состоится электронная запись для приема в первые классы общеобразовательных учреждений. Что же нужно знать родителям, чтобы записать ребенка в первый класс? Об этом нам расскажет Василий Петров, начальник управления образования города Якутска, и Наталья Степанова, начальника отдела мониторинга и качества образования этого же управления. Доброе утро! Итак, когда же начнется запись в первый класс? Запись в первый класс у нас начнется в субботу с 20 января в 9.00. И второй этап у нас 27 числа для всех остальных школ. То есть в первом этапе мы начинаем запись в 11 школ. Это 1-я, 5-я, 16-я, 17-я, 31-я, 33-я, Саха Корейская школа. И 4 гимназии лицея. Это городская классическая гимназия, Саха гимназия, ЕГНГ и СПЛ. А где будет проводиться эта запись? Так, вообще запись, раз уж мы говорим об электронном приеме заявлений от родителей законных представителей, то заявления родители могут подать прямо из дома через любые свои гаджеты. И если нет такой возможности, то могут подойти в любые офисы мои документы, МФЦ, так понятнее для всех родителей, да, офисы МФЦ. В этот день в офисах будут работать и наши специалисты, чтобы оказывать какую-то определенную помощь родителям при возникновении определенных вопросов. В субботу будет работать 5 офисов, это по Амосово, головной офис, туда будут направлены наши два специалиста. Также офис по Жорницкого 30-1, Винокурово 21 и 203-й микрорайоне. К сожалению, офис по Ярославского 37 в субботу не работает, поэтому это важно знать родителям. А какие документы нужно предоставить родителям, чтобы записаться? Родители в день записи по электронной форме вписывают все данные своего ребенка, фамилия, имя, отчество, данные о себе и номер свидетельства и серию свидетельства о рождении. Очень важно все данные вносить правильно. И вот, допустим, в эту субботу я подам заявку для своего ребенка, чтобы его приняли в первый класс. А вот когда я узнаю, приняли его или нет? Когда придет результат? Значит, согласно административному регламенту, в течение 14 дней родителям общеобразовательные организации должны направить или смс-сообщение, или по телефонному звонку с тем, чтобы родители подошли и предоставили в общеобразовательной организации свои подлинные документы, те же свидетельства о рождении, паспорт и документ о регистрации. Насчет регистрации тоже хотелось бы узнать. Понятно, что ребенка можно записать в ту школу, которая относится по прописке. А вот как узнать, к какой школе я отношусь? Эти данные у нас есть на сайте нашей окружной администрации, икутск.рф, на сайте управления образованием, ego.ru и на сайтах общеобразовательных учреждений. А если нет у ребенка, извини, Виталий, регистрации? Вот с этим-то как быть? С этим сложнее. Здесь придется дождаться следующего этапа, который начнется 1 июля этого года, когда будет возможность подавать заявление уже непосредственно в школы без учета регистрации. Ну, там ограничения на свободные места. А, то есть это может быть совсем другие школы, может в другом районе, да? А вот если, допустим, мы подносимся к ближайшей к нам школе, но там уже все места заняты по какой-то причине, допустим, мы не успели записать своего ребенка, то что в этой ситуации делать? При таких обстоятельствах, ну, конечно, такие ситуации у нас складываются практически ежегодно. Это ни для кого не секрет. Поэтому мы, они, родители тогда должны обратиться непосредственно в управление образования, в отдел мониторинга, это 205 кабинет по проспекту Ленина, 15. И мы обязаны предоставить место каждому ребенку, направляем тогда детей с учетом транспортного сообщения и с учетом близости, ну, территориальной близости. А можно ли вот так же вот, да, устроить, если, допустим, вот я хочу ребенку устроить в школу, где обучают на якутском языке, да, территориально я отношусь к другой школе? Так же это будет тоже вот с транспортом? Ну, точно так же, как уже Василий Васильевич отметил, могут обратиться только с 1 июля, не по закрепленной территории. С какого возраста вообще ребенок может, то есть родитель ребенка может подать вот заявку для поступления? В соответствии с законом об образовании, обучение начинается у нас в первом классе с возраста 6,5 лет, да, до 8, 6,5 до 8 лет. Если есть необходимость начать ранее обучение или после 8 лет, то необходимо подать заявление соответствующее комиссию при окружной администрации на имя заместителя главы администрации Эпсиковой Евдокии Ивановны. Ну, внесу, наверное, немножко точность для родителей законных представителей. Это заявление они подают тоже непосредственно в 205 кабинет, отдел мониторинга. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за полезную информацию. Я думаю, что она очень пригодится нашим телезрителям. Напоминаю, что в эту субботу уже начинается электронная запись для приема в первый класс. Продолжение следует...